Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет. Некоторые из наших слушателей или слушательниц задают такой вопрос. В книге «Экклезиаста» 1 глава 18 стих сказано, «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Однако в книге «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова, 6 глава 29 стих, говорится, «Ибо, наконец, ты найдешь в ней мудрости, упокоение, и она обратится в радость тебя». Нет ли здесь противоречия, что в одном случае премудрость является источником печали, а в другом – радости? Как это правильно понимать? Вот бывают такие вопросы, в которых ответ уже содержится. В одном случае премудрость является источником печали, а в другом – радости. Вот так это и понимать. То есть премудрость сама по себе не служит чему-то однозначному. Знаете, на это можно ответить очень по-разному. Можно ответить на бытовом уровне. Ну вот, знаете, мудрый человек, он часто печальный человек, потому что он понимает то, чего другие не видят. Другие там в некотором ослеплении скачут и радуются, а он понимает, куда всё идёт, и его это совершенно не радует, не веселит. А иногда мудрый человек – это радостный человек, потому что другие занимаются всякими глупостями, а он придаётся мудрости, придаётся созерцанию, придаётся чему-то достойному. И его радость, собственно, в этих его занятиях, в самой премудрости, не в том, что он за неё получает какие-то выгоды или бонусы, а мудрость сама его награждает самим своим существованием, тем, что она входит в его жизнь. Вот вам где разных ситуаций. Это ответ на бытовом уровне. Можно сказать, что есть ещё и литературный уровень. «Экклесиаст и Сирах», «Иисус Сансирахов» – это две книги, которые в одной Библии, причём «Иисус Сансирахов» не каноническая книга, но они очень разные по настроению, потому что иллюзии разные, обстоятельства разные. «Экклесиаст», пожалуй, самая пессимистическая книга. Вот даже Иов, где мучения, страдания, где вопль бесконечный, «Боже, за что так ты со мной, и вообще, что в этом мире творится, это кошмар какой-то, как же ты можешь это допускать?» Но заканчивается более-менее оптимистично. На ответы вопроса нет, но ладно, зато можно жить. А «Экклесиаст» прямо совсем как-то унывает и говорит, а, всё суета-сует, такое дуновение ветра. И прожил он, говорит, я долгую жизнь. «Предание» относит эту книгу к авторству Соломона, царя Соломона. Трудно сказать, так или нет. Но во всяком случае, её лирический герой, тот говорит о себе, я очень похож на царя Соломона. И он говорит, вот кому было в этом мире лучше, чем мне? Всё у меня было. Никаких не было проблем, кроме каких-то мелочных. И заканчивая эту жизнь, я прихожу к выводу, что всё пустое, и что премудрость, а в книге Иисуса Сына Сирахова она немножечко другая, но и в книге «Экклесиаст» она бывает другой. Премудрость – это некоторая ценность, знание – это некоторая ценность. И вот премудрость не даёт себе сама по себе счастья, говорит экклезиаст. Иисус Сын Сирахов скорее о другом. Это такое наставление юношеству. Он говорит, ищи премудрости. Всё остальное второстепенно. Самое главное – это найти премудрость. И не ищи радости в удовольствиях, развлечениях. Получается, что «Экклесиаст» – это старик, а адресат Иисуса Сына Сирахова юноши. И старик уже знает, он уже через это прошёл. Он не станет надеяться на то, что в еде, питье, женщинах, развлечениях, удовольствиях он найдёт самую высшую радость. Надо только всё это побольше, побольше. А в юноше может быть такое. И поэтому юношу как-то предостерегает его отец такой. Это условный отец, не обязательно он ему биологический отец. Главное – это мудрость. Не увлекайся всей этой ерундой. Это не то, зачем нужно жить. А «Экклесиаст» говорит, да и мудрость-то сама по себе мало что даёт. И там в конце «Экклесиаста» такая печальная картина умирания. А при этом «Экклесиаст» говорит, но самое главное – быть с Богом. Потому что в конечном счёте и мудрость – это ведь тоже утончённое интеллектуальное удовольствие. Разве нет? По крайней мере, иногда. Кому нравится выпивать, кому нравится закусывать, кому нравится с девушками или девушкам с юношами время проводить. А вот кому-то нравится книжки читать. Но это может быть точно таким же ненасытным удовольствием, которое не приносит главного. Мудрость – это тоже некоторый инструмент. Поэтому, мне кажется, есть разные люди, есть разные настроения, состояния, задачи в жизни, ситуации. Есть разные цели. И есть разные книги в Библии. Их хор, он сложно устроен. Это не строевая песня, когда все одним голосом дурным, причём поют одно и то же. А это такой очень сложно устроенный концерт, где каждый своё, но это гармонично. Это сливается в каком-то общем хоре. И премудрость, конечно, одно из ключевых понятий Библии. И о ней говорится как о величайшей ценности. Но есть нечто более великое, чем она. Есть Бог. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.